Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы сегодня заканчиваем цикл передач о евразийцах 20-30-х годов, о очень оригинальной, очень, я бы сказал, самобытной концепции, концепции ях, с которыми выступили эти молодые, талантливые последователи Данилевского, Леонтьева, Достоевского и других великих русских мыслителей. И сами они, собственно говоря, ну, конечно, я не собираюсь тут сравнивать с кем-то там величие и так далее, и сами они великие, они отстояли, так сказать, честь русской эмиграции 20-30-х годов, они не предали Россию, несмотря на то, что творилось, так сказать, в Советском Союзе, они отстояли те основы духовной жизни, на которые мы сегодня с вами обращаем внимание, и о которых мы с вами сегодня говорим. Они отстояли идеологию русского мира как этнической, как православной, христианской общности. Это именно общность и составляет ядро будущей евразийской цивилизации, потому что другого выхода у народов, населяющих постсоветское пространство, сегодня просто нет. Вот. Никто не говорит здесь о подобии СССР. Боже упаси, не надо этого делать, это, в общем-то, проект, который уже отработан. Речь идет о совершенно ином этническом, политическом, духовном, религиозном, экономическом единстве, которое объединяет народы Евразии. Евразии. Россия — это Евразия, говорили евразийцы. И с моей точки зрения они абсолютно правы. Не какой-то мост между Европой и Азией. Это чушь. Вот. Не какие-то мы передаточные звенья. Это чушь. Мы самостоятельная, самобытная, евразийская, если хотите, цивилизация, по крайней мере, в своей основе. И славянский элемент, как доминирующий элемент этой цивилизации, бесспорно должен включать в себя и туранский элемент, то есть азиатские народы. Православный подход не должен смешиваться с исламским и другими мировыми религиями. Никто к этому не призывает. Мы всегда жили рядом, мы всегда жили в мире, мы никогда не мешали развитию друг друга. Вот главный, если так можно сказать, козырь русского, российского мультикультурализма, в отличие от западно-христианской, западно-европейской его трактовки. Так вот, мы говорили о том, что евразийцы выдвинули целый набор государственно-политических концепций, среди которых главнейшим является государство правды. Второй элемент – это гарантийное государство. А намного понятнее, вот в статье 7 Конституции Российской Федерации говорится о том, что наше государство – социальное государство. Никто не понимает, что такое социальное государство. Там разъясняют, нужно вдуматься, нужно 20 раз потоптаться вокруг этой статьи 7, она там 5 строчек. Социальное государство в том, что обеспечивает право, а, на здоровье, право на бесплатное образование, право, так сказать, на пенсию, ну и другой набор социальных моментов. Так вот, евразийцы это называли гарантийным государством, они гарантировали государство, нужно гарантировать жизнь человеку. Насколько это мудрее, насколько это, если так можно сказать, понятнее, и насколько это более емко, чем, скажем, учение всей Западной Европы о так называемых естественных правах человека и личности. Евразийцы эти естественные права подтверждали, и более того, они брали их под защиту государства, до чего не додумались в Западной Европе. Потом уже, после 70 лет советской власти, в западноевропейских и других странах стали, как говорится, вводиться вот эти социальные нормы. Они даже опередили Советский Союз, даже Швеция там, Норвегия, так сказать, вот такие маленькие небольшие страны, которые за счет борьбы двух гигантов США и СССР смогли тихую заводь себе найти и развивать. Ведь, обратите внимание, вот вся эта социальная, как говорится, набор этих социальных моментов в Западной Европе возник после 1974 года, когда усилиями СССР и США был достигнут военно-стратегический паритет и подписан знаменитый Хельсинский договор о нерушимости границ в Европе. Он просуществовал этот договор 20 лет, потом его нарушили, но вот за эти 20 лет в Западной Европе достигли того, чего мы в Советском Союзе, к сожалению, в полной мере достичь не смогли. Так вот, гарантийное государство. Что значит в убеждениях евразийцев? Следующие принципы, оно себя включало, это материальная интенсификация жизни. То есть, развитие научно-технической базы для ликвидации нищеты и бедности. И, с другой стороны, удовлетворение основных потребностей граждан как минимального среднего уровня жизни. Вот у нас сегодня там философствуют о потребительской корзине. Это из этого набора, хотя никто не ссылается на предшественников этой идеи. Второй принцип подчиненной экономики. Понятно и ясно все. То есть, экономика не должна быть чем-то самодавлеющим, как у нас сегодня происходит. Не газодобывающий комплекс для Газпрома, а Газпром для народа. Вот это никак не может понять господин Миллер и его команда. Понимаете, подводят к сельским местностям газ и бросают. Остается километров. В дома введи. Это копейки для тебя, так сказать. Тем более, что ты живешь на ренту русского газа. Это наше народное достояние. Нет. Бросают. Мол, сами делайте. Мы подвели. Как так можно, так сказать. Третье. Принцип положительной свободы. Тоже понятно. То есть, государство обеспечивает своим гражданам не просто свободу от принуждения и произвола государственных органов, но еще и свободу самораскрытия своих интересов. Следующий, четвертый принцип. Организация культуры как сверхнационального целого на национальной основе. Ну, немножко непонятно. Но, тем не менее, разъясняю. То есть, создание культуры, которая способствовала бы свободе самораскрытия национальных культур. Ну, насколько это мудрее вот этой культурно-национальной автономии, которую проповедовали в 19-20 веке вот сионисты Австро-Венгрии, Герцель там, и у нас в стране, так сказать, представители партии Бунда и тому подобное. Коротко и ясно, без всякой национально-культурной автономии. Саморазвитие национальных культур. Ну, кто с этим будет спорить? И последний принцип. Принцип демонизма. Не демон, как в картинах, так сказать, в Рубеле, а вовлеченность в процесс создания культурных ценностей наибольшего количества граждан. Ну, попросту, по-советски, если извините, по-совковому. Это отстаивание принципа народного творчества. Вот игра и гармонь. Я с удовольствием смотрю это. Правда, дают время мерзавцы, так сказать, в 8 часов утра. Ну, это я не сплю уже. А обычно-то основная часть населения смотрит, спит. Для молодежи это ведь все главное было. Какое наслаждение получают люди, когда они, так сказать, участвуют в этой передаче. Игра и гармония. Вот народное творчество. Вот оно, как говорится, основа евразийской модели гарантийного государства. Наконец, очень серьезная постановка вопроса. Это патернализм и автарки. Патернализм – это господство, ну, грубо говоря, папы. Вот это патерналистское начало. Это традиционное начало влияния, значит, главы семейства патер. По-латински, опять же, по-научному, значит, в Риме патер, глава семьи, был юридическим лицом семьи. Членом семьи по боку перед законом отвечал папа. Патер. Ну, насколько это оправданно, судить не берусь. Но, во всяком случае, римское право было опосновано и построено на патернализме. Наполеон, когда создавал, так сказать, гражданский кодекс Франции, учился у римских юристов и говорил, что кодекс, мой кодекс Наполеона заменит конституцию всех европейских стран. И он оказался прав, подлец. Действительно это так. Действительно это так. Так вот, под патернализмом и автаркией евразийцы имели в виду государственно-частную систему хозяйства. Согласно этой системе государство проводит активную экономическую политику, вмешиваясь во все сферы экономики. Так именно и трактовал потом влияние государства на экономику Кейнс после американской депрессии 30-х годов. Вмешивается во все сферы экономики, не отдавая ее полностью частной инициативе. Ну вот, слава богу, Путин наконец понял, как надо руководить частным бизнесом. Теперь бы вот только уничтожить ту коррупцию, которая создана в результате этого руководства. И мы бы с вами, так сказать, реализовали вот этот евразийский принцип активной экономической роли государства в хозяйственной жизни нашей страны. Простенько, но за вкусом. Самое, ведь самое сложное, именно вот реализовать эту простоту. Понимаете? Один церковный деятель, ведь, простите, в русское пословице, не буду уж церковных этих самых, простота хуже воровства. Вдумайтесь в это. Гениальный наш народ. В области внешней торговли евразийцы считали, вот такая система означает возрождение меркантилизма, то есть защиты интересов наших, так сказать, собственников. Вот Путин обещал, что мы вступили в ВТО и будем защищать интересы и сельского хозяйства, и мелкого бизнеса. Ну посмотрим, как это получится. Но такая политика возможна только при автаркии, то есть полной независимости от окружающих стран. Мы автаркию понимаем по-другому. Мы автаркию понимаем, как своего рода железный занавес. Неправильно это. Неправильно. Кстати, железный занавес начала 50-х годов позволил за 5 лет поднять экономику страны из разрухи и восстановить уровень производства 40-го года. В плане маршала, который поднимал Западную Европу, для восстановления СССР России отводилось 60 лет. Мы это сделали за 6. Благодаря тому, что все ресурсы страны пустили внутрь, ничего наружу. Согласен, что такая модель экономики чревата, за что и поплатился потом Советский Союз. Немножко отстали в технологическом отношении, немножко, так сказать, расслабились, вот, на службу стали приходить, а не работать. Ну, и не буду сейчас критиковать никого. Так вот, именно такой подход мы и должны сегодня иметь в виду. И, наконец, еще один момент. Следующая идея государственности евразиста – это идея идиократии. Наиболее желательной формой государственного устройства страны, считали евразийцы, является строй, при котором правящая власть отбирается по признаку преданности, обратите внимание, не конкретной личности, не питерских в правительство надо вводить. Это как сейчас анекдот даже слушают. Раньше была, какая пятая графа в паспорте, так сказать, национальность, а сегодня смотрят пятая графа в паспорте. Откуда ты? Из Питера. Значит, давай в руководство. Сегодня вся руководящая элита Российской Федерации – питерская. Ни о чем вам это не говорит. У нас были Днепропетровские, были Уральские, Екатеринбургские, сегодня Питерские. Вот всегда у нас так. Так вот, преданности не личности, а общей идее, составляющей основу развития русской, российской государственности. У евразийцев такими вот идеями были следующие. Государство вмешивается в экономику и в идеологию не ради пользы правителей, а ради общественного блага. Чревато это иногда, но тем не менее, я называю. Государство управляет правящий слой. Бесспорный вывод. Кухарка государством управлять не может. Товарищ Ленин здесь занимался демагогией. Третье. Идея правительница должна соответствовать культуре и духу всех, подчеркиваю это, всех народов, населяющих государство. Вот так вот. К сожалению, у нас Марис Палеолог, французский посол, подсчитал, сколько русской крови текло в жилах династии Романовых. В частности, Николая II. 127-я часть, а царевич Алексей 220-я часть. Ну, будут ли они думать о русской нации, о русской государственности, о Российской империи? Так, как надо для того, чтобы эта империя и нация развивалась? Сомневаюсь. Для династии Романовых иной раз, так сказать, какие-то там галштинские княжества были куда более важными. В мировую войну влезли по глупости, так сказать, из-за какого-то там Босфора и Дарданел. Кстати, мы бы их никогда не получили, даже если бы не вышли из состава Антанты и подписывали вместе с ними Версальский договор. Нас бы обманули англосаксы, как это происходило на Венском конгрессе 1815 года, когда провели этого дурака Александра I вокруг носа, этот хитро, ну, не буду говорить умный метерних. Вот, так это происходило потом и в результате, так сказать, Крымской войны, и в результате, так сказать, Берлинских договоренностей по русско-турецкой войнах, и в Портсмутский мир с Японией. В общем, дипломатия у нас была слабовата. Неудивительно, министром иностранных дел Николая I был граф Несельрода, этнический еврей, который не посчитал даже для себя необходимым принять православие. Он как был протестантством шотландского, так сказать, образца, так он ими остался. В результате, чем это закончилось для Николая I? Крахом всего его правления. Русско-точнее, Крымской войной и поражением России в этой войне. Хотя официально поражение не признано. Отсюда и разговор. Теория демотии или органическая демократия, ну, она сродни демократии Советов. Кстати, советская демократия, которая торжествовала в Советском Союзе первые два десятка лет, 20-е, 30-е годы, и работала очень неплохо. Никакого отношения к марсизму или низму не имела. Это творчество масс. Ленин, как очень неглупый политик, заимствовал эту идею именно у масс Санкт-Петербургской. Кстати, товарищ Троцкий возглавлял Петроградский совет в 1905 году. Умеют эти ребята обуздать, простите, не обуздать, а оседлать то, что идет по восходящей. Молодцы. Учиться надо этому у них. И я бы вот это посоветовал своим студентам. Наконец, правовая доктрина, понятие права у евразийцев заключалось в следующем. Они, безусловно, отличали идеи правды и справедливости от правовых. Отличали, прежде всего, чем? Тем, что право связано непосредственно с низшей формой нравственности. А что назвали низшей формой нравственности? Справедливость. Мы говорим о ней как высшей? Нет. Высшая форма нравственности – служение Господу Богу. В евразийской редакции, по-моему. И если задуматься, то они абсолютно правы. Потому что справедливость, она ведь, как, опять же, народное пословище, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Вот вам и справедливость. У кого есть деньги, тот и будет справедливым. У кого их нет, гуляй весело. Второе. Право отличается от нравственности тем, что оно формально и охранительно. Третьих. Оно нормативно. И, наконец, самое главное, обладает принудительным характером. Ну, далее тут идут такие идеалистические размышления. Субъектом права становится сама симфоническая личность, согласно со своим религиозно-нравственным идеалом, а источником законодательно-правовой деятельности правящий слой, который должен подчиняться праву, которое он сам создает и формулирует. Все это правильно. Но ау, евразийцы, где вы видели это все в реальной жизни? Вот я всегда говорю своим студентам, мужики и девочки, смотрите, пожалуйста, как эти все теории коррелируются с жизнью. Если не коррелируются, плюньте на них и забудьте эти теории. Жизнь мудрее, жизнь мудрее. Мертва теория, а древо жизни вечно зеленеет. Кто это? Фауст. Геоте. Великолепная формулировка. И, наконец, последнее соображение. Евразийцы выдвинули так называемую концепцию хозяйства-хозяйно-державия. Хозяйно-державия. В статье «Хозяин и хозяйство» Савицкий считает, что только предприниматель, как духовная сущность, это прежде всего капиталистический человек. В кавычках он пишет капиталистический. У него есть только одно отношение к системе людей и благ, это точка зрения получения наибольшего дохода. Абсолютно правильно. А вот Савицкий считает, что тип поведения предпринимателя в христианской, по крайней мере, православной цивилизации должен заключаться в так называемом «добром хозяине». Вспоминайте сказку Пушкина о работнике Балде и хозяине его попе. Если западный капиталист ориентирован на получение прибыли, то добрый хозяин на укрепление своей связи с хозяйством, то есть с людьми, добрый хозяин своей целью ставит обеспечить материальные основы жизни этих людей. Кстати, я смеюсь, но могу вам сказать, что именно так на основе принципа «добрый хозяин» было основано все текстильное производство династии Морозовы. Сава Морозов, который застрелился в Париже, помогал революции денег, руководил этой династией не он, конечно, а его маменька, великая русская воительница. Вот с нее писал Горький свою пьесу «Вас со Железного». Так вот, вся текстильная промышленность, вы поезжайте в Иваново, до сих пор стоят там, так сказать, дома, построенные этой династией, исходила именно из доброго хозяйства. Дать жилье, дать зарплату, детский садик, так сказать, школа, одежда, приюты. Никто не оставался без внимания этого доброго хозяина. Потому и произошел всплеск русского капитализма на рубеже 19-20 веков. В два раза увеличилось ВВП страны. Мы превратились в державу, которая занимала 4-5 место в мировой табеле экономических иерархий. Мы делили это место с Францией. Понимаете, какой был успех? Могла ли страна, имея такую экономическую основу, совершать революции? Назовите мне еще другую такую дуру, которая, так сказать, кроме России, которая совершила 3 революции подряд, имея 120 рублей дохода на конкретного жителя Российской империи. В Германии этот доход был 250 рублей, во Франции 300. Ну и что? А в Италии? Ну, в общем, ладно. Я завожусь. Завожусь зря. Хотя не думаю, что зря. Вот этот добрый хозяин, он как раз и составлял суть советской экономики, которую сломали в 90-е годы. Сегодня мы к этому возвращаемся. Потому что другой матрицы поведения в восточно-христианской православной цивилизации у отношения хозяин, предприниматель и работник быть не может. Вот спорят сегодня повышать, не повышать возраст пенсионный. Все это немножко не то. Вот, собственно говоря, что мне хотелось, так сказать, вам рассказать. Есть еще тут масса геополитических концепций. Это концепция месторазвития, концепция роли и места России. Но если будет у нас возможность, может быть, мы к этим вопросам и вернемся. Сейчас же я просил бы вас зафиксировать то, что мы здесь разобрали в этих четырех передачах. И посмотреть более внимательно на то, что нам сегодня годится, а что, может быть, мы и оставим без внимания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok